Представляем вам первый видеоролик курса золочения, выпущенного компанией Ринальдин. Полный курс состоит из 11 видеороликов и вводного видеосюжета. Первый этап золочения состоит в нанесении болонского гипса. Болонский гипс служит для закрытия пор дерева и подготовки гладкой поверхности для дальнейших операций. После нанесения болонского гипса рама выглядит следующим образом. К болонскому гипсу добавляется кроличий клей для лучшего приклеивания левкаса. Начну с объяснения, как приготовить кроличий клей. Клей находится в гранулах. Необходимо поместить клей в воду, замочить на ночь. Гранулы набухнут и примут вид желатина. Пропорция 100 г клея на 1 л воды. Для демонстрации приготовления клея я взяла в баночку 20 г клея. Добавлю 200 г воды, взвесив на весах. Смешаю воду и клей, перемешаю и оставлю замоченным на ночь. На утро получим состав, схожий с желатином. Состав нужно нагреть до 50 градусов для того, чтобы он стал жидким и однородным. И чтобы можно было смешать его с болонским гипсом и получить левкас. Необходимо держать баночку на водяной бане, то есть в кастрюльке с водой. Лучше, если кастрюлька будет чугунной или керамической. Таким образом, температура смеси будет постоянной, даже если мы снимем кастрюльку с огня. Перейдём к болонскому гипсу. Прежде всего, болонский гипс нужно просеять, чтобы убедиться в отсутствии комков и загрязнений. Необходимо также просыдить через ситечко кроличий клей, который должен быть жидким при температуре около 50 градусов. Переливаю в баночку необходимое количество клея. Клею добавлю болонский гипс по ложке, без размешивания, чтобы в смесь не попали пузырьки воздуха. Не существует точное количество болонского гипса, которое необходимо добавить. Останавливаюсь, когда вижу, что клей больше не вбирает в себя болонский гипс. Только в этот момент можно перемешать клей и болонский гипс до достижения первоначальной текучести смеси. По окончании составления левкаса, оставшийся кроличий клей можно поместить в холодильник или морозильную камеру, чтобы он не испортился. Когда будет необходимость, клей можно вернуть в жидкое состояние, разогрев на водяной бане. Компания Ринальдин поставляет болонский гипс в упаковках по 1 кг, 5 кг и 25 кг. Это просеянный болонский гипс, т.е. гидроокис сульфат и кальция, который прошёл специальный процесс перемалывания и очищения. Его характеристики тонкости и мягкости на ощупь делают болонский гипс особенно подходящим для изготовления левкаса под золочение. Клей произведём из отходов шкурок кролика и поставляется компанией Ринальдин в упаковке по 1 кг, 5 кг и 25 кг. Перехожу к нанесению болонского гипса на раму. Если вы используете кисти со втулками из металла, будьте внимательны, чтобы при соприкосновении с втулкой левкас не окислился. Окисление может вызвать появление пузырьков воздуха в левкасе, которые могут проявиться при золочении. На этом этапе работы левкас должен быть разогретым, но не кипеть. Первые покрытия левкасом сразу же впитываются деревом. Последующие перекрытия должны подсыхать, но не окончательно высохнуть, иначе они будут приклеиваться с большим трудом. Можете нанести второй слой левкаса, когда увидите, что левкас стал матовым. Обратите внимание, что с каждым последующим перекрытием левкас всё быстрее высыхает и что цвет рамы становится белее. Лучше избегать ускоренной просушки рамы вблизи источников тепла, потому что это может вызвать трещины в левкасе. Для золочения на полимент необходимо сделать как минимум 5 покрытий левкасом. Для золочения на мордан 3 покрытия. Для нанесения левкаса компания Rinaldin предлагает широкие кисти, которые не имеют металлической втулки. По прошествии 24 часов мы можем приступить к полированию. Совершенная полировка необходима для последующих операций и для хорошего окончательного результата работы. Для этой операций мы можем использовать абразивную губку или же влажную, но не слишком, ткань или наждачную бумагу. Абразивная губка, которая соответствует профилю рамы, подходит для простых поверхностей, как эта. Наждачная бумага может быть необходима для полировки некоторых мест, как эти. Для полировки левкаса компания Rinaldin поставляет следующее изделие. Наждачная бумага 3 различных величин зернистости. Более крупное зерно служит для первой фазы ошкуривания. Наждачная бумага среднезернистая и мелкозернистая служит для получения полированной отделки. Абразивная губка поставляется в 3 различных величинах зернистости. Более тонкая губка гибче и подходит для округлого профиля рам. Ткань, смоченной водой, также может применяться для полирования. Ткань должна чаще смачиваться, потому что левкас её высушивает. Необходимо проявить внимание! Не смачивать слишком левкас, иначе сглаживаются мелкие резные украшения и декоративные элементы. Кроме того, надо быть внимательными, чтобы не закруглять слишком углы. По окончании полирования, чтобы лучше очистить раму и быть уверенным, что не осталось пыли от левкаса, советуем протереть раму ватным тампоном с моченным спиртом. Нанесение левкаса на раму с рельефом может закруглить формы, теряя таким образом некоторые декоративные детали. В особенности это может случиться, когда углублённые части декора приняли слишком много левкаса. В этом случае необходимо вернуть декору первоначальную форму. Эта операция производится специальными скребками из стали. В начале работы со скребками из стали необходимо протереть левкас влажной тканью. Затем, подобрав подходящий инструмент, выбирается слой левкаса, который покрыл и округлил формы декора. Компания Rinaldin поставляет следующие скребки из стали. В верхней части фотографии вы видите общий вид инструмента. Внизу указаны различные виды наконечников. Вы найдёте все материалы для золочения на сайте www.rinaldin.com